Друзья, добрый день! Я рад приветствовать всех в отеле Шерлз Эксклюзив, который находится в районе Кемер, а именно в поселке Евгению. Сейчас 25 июля, мы двигаемся по территории, территория отеля Огненная. Посмотрите, что за моей стеной. Так, зайдем, посмотрим, чем сладким кормят в отеле Шерлз. Так, сразу по алкоголю. Это все в кафешке возле снэк-рестерана. Первое место по мороженому – это у нас Шерлз. Реально самый крутой бар с айс-кримом именно здесь. Я такого количества вида мороженого не видел пока нигде. Это мороженое под звук саксофона – это что-то невероятное. Очень круто. Молодцы. Такой крутой атмосферный отель. Тут везде музыка. Тут везде танцы, улыбки, песни. Вау! Прям реально хочется зажечь. Пойдем посмотрим. Там еще какой-то Шерлз Корт. Мороженое – бомба. Давай, давай. Смотрите на эти виды. Горы просто обалденные. Так, вот в этой машинке готовят китайскую еду. Часто есть суши. И сейчас покажем, если можно, я покажу просто. Вот такая лапша. Ну, какой опасный. После путешествий по Средиземному побережью Турции мы посетили огромное количество отелей. Мы познакомились с огромным количеством отельеров. Мы проехали около тысячи километров с двумя детьми. И могу сказать одно. Без изменений. Мой фаворит на Средиземном побережье все-таки остается Кемер. Но! Самый важный фактор, по которому стоит выбирать отель для своего отдыха. Нужно выбирать отель. То есть, лучше выбрать хороший отель в Алании или хороший отель в Белеке по той цене, которая вам необходима, чем средний вариант или проще уровня в Кемере. Все будет зависеть от того, какое качество, питание, сервис, территория будет у вашего отеля. И таким вы запомните свою Турцию. Поэтому будьте внимательны, доверяйте свой выбор профессионалам. Так, смотрите, какое мясо готовят. Здесь перекус. Готовится вот в таких вот машинках. Запах стоит просто бомбический. А еще это все сочетается с запахом хвои, которая рядом. Так, я шел мимо, и я просто не смог отказаться. Хотя, вы знаете, я не очень люблю мясо. Но здесь это просто бомба. Так, мы в уникальном месте, ведь пляж отеля Шерва просто суперски подходит для тех, у кого есть маленькие детки. Для тех, кто хочет играть в песке, кто не переносит гайку. Потому что мы находимся в Кемере. Обратите внимание на задний фон. Просто обалденная природа. И мои стереотипы ломаются. И я уверен, и ваши. Видите, здесь пляж песчаный. Тут есть вот вкрапление галечки. А дальше? А дальше? Дальше мы имеем песок. Причем огромную полосу песка. И так, смотрите, идут. Вот на такую глубину здесь песок. Вот здесь, где-то по колено, начинается мелкая галька с песком. Видите, она мелкая-мелкая, то есть она не чувствуется по ногам. То есть легкие, абсолютно комфортно, свободно могут здесь купаться. Посмотрите на этот крутейший аквапарк в отеле Шерва. Огромная территория. А знаете, что самое крутое? Это то, что он находится в лесу. Смотрите, какая территория возле аквапарка. Здесь есть лежаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы вы знали, какой здесь запах, это просто снос башки. Тут так пахнет. Тут так пахнет хвоей, особенно вот под вечер, когда нет вот этой жары. Просто я кайфую. Это то место, в которое по-настоящему хочется возвращаться. Очень рад, что здесь. Очень крутой отель. Очень интересный отель, вот так вот могу сказать, потому что он настолько разносторонний, настолько классная территория, настолько крутая инфраструктура. И все это дополняет действительно хорошая цена. То есть он стоит не так, как отели премиум сегмента, хотя очень-очень приближен к ним. Так, детская площадка и территория детского клуба. И посмотрите, опять же, она утопает в соснах, навес, качели. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что комнаты поделены на возраста и на интересы. Так, обратите, максимум 4 человека, комната для игр, потом есть комнаты с 4 до 7 лет, комната для сна, комната с 8 до 12 лет, здесь вот может быть 8 человек. Все зависит от величины комнаты. И посмотрите, сосна идет прямо... А знаете, почему вы просто обязаны отпустить ваших детей в аквапарк? Здесь есть то, чего я не видел ни в одном аквапарке Турции. Знаете, что? Здесь соленая вода во всей аквазоне. Вот правда, соленая вода. Ты чуть не упал. Смотрим, пробуем. Просто как с моря. Мне кажется, даже вот по... Это не подсоленная вода. Скорее всего, закачивается именно с моря. Потому что по вкусу один-один как морская. Морская вода в аквапарке. Вы это видели? Это просто... Но это не все. Здесь во всех бассейнах морская вода. Во всех. Не только в аквапарке, а и в главном, в детском. Во всех бассейнах морская вода. Это просто отвал. Круто, правда? А вы знаете отель, где в бассейне... В аквапарке морская вода? Я пока сколько не был, я таких не видел. А здесь она есть. И да, самый важный фактор по поводу хлорирования. Хлорирование... Хлорирование воды в бассейнах происходит. Многие говорят, что по новым правилам 2020 года увеличился состав хлора. Это неправда. Состав хлора остался точно таким же, каким он был и раньше. Просто раньше никто не вникал, какое количество хлора было нормой. Но сейчас это у всех на слуху. И я просто хочу успокоить. Никто количество хлора не увеличивал в бассейне. Все осталось на том же уровне. Тот уровень, который способен убивать вирус, бактерии и все остальное. Попробуем детский бассейн? Нет, в детском не соленая вода. В детском не соленая. Соленая вода и во взрослом аквапарке. Соленая вода и во взрослом аквапарке. Так, посмотрим номер в отеле Sherwood Эксклюзивки. мере одна большая двухспальная кровать полуторная дополнительная посмотрите на размеры комнаты здесь еще свободно еще две дополнительных станет огромный номер это реально радует у нас комплимент и фрукты и вино для наших туристов мы всегда будем стараться просить предоставить комплимент номер и посмотрите на этот божественный вид утопает зелени мы заехали вечером так душевая косметика шерват дезинфектор и две маски это пожелание туристы маски так мы направляемся в главный ресторан отеля шерват эксклюзив поехали протестируем чем кормят фрукты меня уже впечатляют как видите подачи как магазине яблоки бананы черешня виноград бананы абрикос персик там овощи так поехали поужину говянина мясо с картошкой цыпленок и с остатком соусе рис пелятина лосось соус так здесь у нас форель на гриле овощи овощи там у нас шашлык так векадерики на гриле вот этот куриный шашлык булугур айоли спагетти перепелка баклажаны баклажаны борьба садерики Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А самое главное, в этом отеле можно есть круглосуточно Здесь питание не останавливается ни на одну минуту в сутки Есть ночной ресторан То есть голодными вы не останетесь никогда И по поводу еще обедов В обед на главном ресторане не огромный выбор еды По причине той, что есть два снайк-ресторана, которые работают по а-ля-карт системе То есть вы приходите, заказываете по меню А помимо этого есть уличная еда Это китайская еда, где есть суши, либо китайская лапша А также мясо-гриль с булками Поэтому в обед голодные вы не останетесь Отель просто бомбовый и сногсшибательный Я влюбился в это место Я скажу, что этот отель действительно меня удивил Самое главное, это их концепция и инфраструктура Отличное питание В этом отеле во всех бассейнах морская вода В аквапарке морская вода Огромнейший аквапарк Совсем скоро будут обзоры по этому отелю Вы посмотрите, насколько здесь действительно классная территория, природа И то место, смотрите, посмотрите на эти горы Значит, самая главная новость, которую хочу с вами сегодня поделиться Заканчивается время ценовой политики турецких отельеров С 1 августа есть подтверждение о возобновлении авиаперелетов России и Турции Регулярные рейсы начнутся уже с 1 августа в Стамбул и Анкару И с 10 августа операторы готовят чартерную программу Поэтому всем тем, у кого есть желание уехать в Турцию по карантинным ценам Всем тем, кто хочет отдохнуть в обстановке индивидуальности У вас есть еще 2 недели Хотя я уверен, уже с этого понедельника начнется рост цен Так как пойдут активные продажи и бронировки в России Поэтому у вас есть выходные на раздумья Мы вас ждем Здесь тепло, здесь классно Мы посетили уже более 30 отелей И я сейчас готовлю свой новый топ По новым отелям 2020 года Так как произошло много больших и глобальных изменений Всем здоровья Главное, мы живем, мы любим А самую большую благодарность я хочу выразить турецким ательерам Которые не побоялись в период пандемии В период кризиса в туристической деятельности запуститься Которые делают титанические условия для приема туристов Я выражаю слова благодарности каждому сотруднику Который 35 градусов жары Трудится в маске и в защитных касках Спасибо вам Спасибо, вы делаете большую работу Вы делаете большое дело Я знаю по себе, потому что мы то же самое сделали С марта по середину июня месяца Это большая работа Потому что мы любим эту работу Всем пока Хорошего вечера Солнечного дня И крепкого здоровья